Ария Ру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем приключения по миру ванильного Майнкрафта. Незамедлительно после зачистки энда я начал заниматься постройкой фермы Эдермена, в ней ничего сложного не было. А параллельно с этим Илюша занимался поиском эндергорода и корабля с целью получить элитры. В постройке нет ничего сверхъестественного, уступ от края мира, чтобы убрать спаун эндермена. Зона для генерации очкастых и зона, где они помирают. Также для безопасности было решено залить все водой, потому что пару раз я уже там помирал. Как вы уже могли понять, наши возможности игры целиком и полностью начинают упираться в возможности локального сервера, который держит Илюша. Если один дед бегает, то второй блок поставить не может. И если честно, от этого уже начинает и зарядка прикипать. Конечно, есть способ решения этой проблемы. Например, аренда сервера. Но данный вариант бедных студентов, конечно же, не устраивал. Но чем больше и чаще бесил этот сервер, тем больше мы были готовы потратить деньги на аренду. О, заспавнился. Сука, нету. Блядь. Это ни одна крепость, сразу три штуки. Блядь, я дурак. Согласен. Пожалуйста, не задиспавнись, пожалуйста, не задиспавнись. И он хочет, он тут, он тут, надеюсь, тут. Бирка вон за ей. Я вот, я бирку забыл, я вот сейчас бегу за ним. Сука, где вагонетка, блядь, Илюша? Чего, Илюш, че не оришь? Тоже слагает, сука, все. Ай, бля. Афина, конечно. Давай, о, посадил, все, заебись. Так же из-за того, что Илюша бегал в одной части карты, а я в другой, его, как хаста, игра определяла в приоритете и не спавнила возле меня мобов, тем самым не давая возможности протестировать мою ферму. Так, все, по идее, ферма должна работать. Ты мирный, что ли, поставил? Чего? Ты мирный поставил? Нет, не мирный. А где интервейн, блядь, сип? Ты их спидел? У меня же. Сука, ты спидел интервейнов? Блядь, вот мразь. Ведь я серьезно говорю, вообще на километр от меня вообще мобов нет. Но в итоге, вы и сами все можете видеть своими глазами. Получилось вроде бы сносто. Задумывалась постройка как некая башня. Ну а что получилось, вы и сами видите. Я считаю, что главное, что эта постройка выполняет свои свойства. Мы не стали изобретать велосипед и придумывать что-то еще, а просто поставили ковры на воронки, доделали автосброс с эндерглаз, потому что сбрасываете ручками лень, ну и по канону куча сундуков с книжками, наковальни, энчант место, ну и все остальное по стандарту. Ничего экстраординарного там нет. Оставлю на ваш вкус. Можно было это все как-то задекорировать и сделать менее однотонно, но и у инженера свой взгляд на вещи. Оставлю все на ваш суд. Серийка получилась короткой. Не устану это повторять. Но на мой взгляд, лучше так, чем трепать ни о чем. Ну а на этом, я не прощаюсь. Оставляю вас наедине со спойлером. Что грядет, нечто грандиозное.